Приветищей! Наконец-то на канале будет стратежечка! Давненько я в стратегии не играл, и эта игруха называется Founders Fortune. И тут нас встречает два гнома, полурослика. Мы можем выбрать с тобой случайного колониста, или создать его самим, хотя я не вижу где здесь стрелочки. Нет, создать самому не получится. Придется тыкать на случайного колониста, пока тебе не выпадет тот, который более-менее устраивает. Короче, смотри. Этот колонист, его зовут Артемий Быков. Он... Хе! Характеристика. Он тупой! У него есть аллергия на помидоры. Боже мой, чувак, как ты будешь жить в нашем поселении? Зато он отличный врач, ты посмотри. Почему-то мне в основном одни мужики попадаются. Как... Как... Как сменить пол, пожалуйста. Дайте девочку. О-о-о, была девочка вроде. Сандра Горбунова. Тупенькая женщина, но зато отличный ремесленник. Эээ... Вера Волкова. Хромая, то есть на одну ногу хромая, быстро обучаемая. Фермер. Для фермерства хромой быть плохо. Да пофиг, короче, я запарюсь сейчас выбирать случайных колонистов. Михаил Антонов. Нас не очень устраивает. Оптимист, обжора, опытный боец. Солдат. Вот, наверное. Мирон Максимов нас тоже устраивает. Начнем нашу колонию с хромой теткой и обжорой оптимистом. Все, погнали. О-о-о, Мирон, привет. Меня зовут Вера. Да, Вера, меня зовут Мирон. Короче, наши колонисты сейчас знакомятся. В игру эту игра я вместе с тобой в первый раз. Так что впервые вижу, что здесь происходит. Графика, конечно, огонь. Сейчас мы будем проверять все, что эта игра может. А может она просто невероятно много. Допустим, мы можем заставить Веру идти сюда отдыхать. Давай, Верочка, иди, иди. Вот, наша Верочка отдыхает. Отлично. А Мирон может вот так подойти и просто ее обнять. Либо сражаться с ней, либо ее вообще грохнуть. Либо пообщаться. Давай посмотрим, как он ее будет обнимать лежа. А, ну Верочка, конечно же, встал. Вот они обнялись, постучали друг к другу по спинке. И у них улучшилось настроение. А здесь у нас поселение вражин. Это у нас гоблины. Смотри, в каких они масках. Это, короче, типа как орки. Но будем называть их гоблины. Значит, что нам нужно сделать сперва? Нужно построить сигнальный костер, чтобы к нам приплывали новые жильцы. Сигнальный костер обычно строят на берегу. А мы что, отличаться что ли будем? Тоже на берегу поставим. Давайте, ребят, стройте. Так. Верка у нас смотрит, как Мирон работает. Все, Мирончик, красавчик. Сигнальный огонь он замутил. И построили. Эй, Вера, отойди. Что ты мешаешь Мирону радоваться? Иди вот сюда, вот тут танцуй. Как они радуются просто. Это что, танец что ли? Это хлопушечки, ты в ладошки хлопаешь. Смотри-ка, у наших поселенцев есть пожелание. Нужно его выполнить. Давай посмотрим, что они хотят. А хотят они спальный мешок. Интересно, один на двоих или нет? Тоже вот так вот у водички сделаем. Ребята, давайте вот вам два спальных мешка, чтобы вы их не делили. Идите вон, постройте себе спальные мешки. О, ребята, сразу же дрыхнуть завалились. А сколько времени? Времечка... Кстати, музыка очень знакома. Не супра лэнда ли эта музыка? Очень похоже прям. Ну что, ребят, проснулись, да? Пойдем-ка поищем едульки для вас. Вот смотрите, тут у нас деревья есть. С яблоками, походу, да? Да, это яблочное дерево. Бегите туда и собирайте яблоки. А, Верка же у нас хромающая. Смотри, как хромает. Давай, Верыч, не подводи мирона. Вон она, видишь, как хромает на одну ногу. Прикольно. Очень классно сделано. Значит, Мирон доставает с этого высокого дерева яблоко. А Вера идет собирать с маленьких. Он пинает дерево, чтобы яблоки упали. Ну, в принципе, логично. Все, три яблока мы собрали. Ваши колонисты голодны. Вы должны построить что-то, из чего они смогут взять еду. Хорошо. Только мы вот соберем лечебное вот это вот растение. Мирон тоже не с той сторонки. Иди собирай. Отлично, молодцы. Хорошо поработали. Теперь бегом, бегом вот сюда. Сейчас мы поставим здесь вам корзину для сырой пищи. Оу, отсутствие хранилища еды. Начинается голодание у наших ребят. Почему вот они не могут просто взять из кармана и захавать яблоко? Ребят, вот вам корзина. Давайте, делайте ее. Мастерите. Мирон еще не стой, не тупи. Что ты в разные стороны смотришь? Корзину лупи. Эээ, делай. Походу, сейчас Верка дохромает и сделает сама. А, не? А, Мирон ждал, пока Верка подойдет, чтобы выпендриться перед ней. Типа, смотри, как я умею, да? Молодцы. Все, кушайте яблочки. По поводу фермерства. У нас все закрыто. Работа. Стол исследований. Умные колонисты могут анализировать кристаллы для продвижения исследований. Блин, у меня нет умных колонистов. У Мирона есть пожелание, смотри. Надеяться на более лучший дом. В общем, Мирон, давай-ка делать дом. Есть у нас простая деревянная стена. Опрятная деревянная стена. Ну и также простая каменная. Каменная было бы очень круто. Она прям мощная и сохраняет холод в жаркие погодные условия. Посмотрим. Стать шахтером. Вот. Короче, Мирон идет добывать камень. Давай, Мирон, и чпинай камень, добывай его. Боже мой, сапога. Я ни разу еще не видел в жизни, чтобы человек вместо кирки использовал ногу. Это что же за технология? Инновейшн, понимаешь? Это будущее. Этот человек переплюнул Илон Маска. Так, хорошо, Вер. Ты у нас будешь фермером. А яблок-то поблизости нет. Хорошо, а мы можем попробовать ловить рыбу? Нет, рыбу ловить не можем. Тогда иди руби дерево. Давай, Верка, бегом. Она, походу, тоже сейчас будет пинать это дерево. Потому что у нас нет инструментов. Верка, Мирон. Два дуболома. Давай посмотрим, что там для стенок нам хватает. Ресурсов. Да, 08 камня. Камень у нас вот тут отображает. Смотри. 8 камня. Что ж, Мирончик. Давай попробуем возвести стеночки. Хотя подожди, какие стенки? Вначале нужно сделать пол. Пол у нас будет из дерева. Конечно же, дом мы сделаем на берегу. Рядом с сигнальным огнем. Вот такой вот квадратик у нас будет полом. Мироныч. Хватит калашмарить камни. А то ты себе ногу сломаешь. Иди строй. О, молодец. Похоже это, правда, на укладку ламината. Смотри-ка, Верка уже дерево запинала до пенька. Мощная. Поэтому у нас Верка и хромая. Теперь все понятно с ней. Верка, иди помоги своему другану. О, тут молоток взяла. Я думал, на пол сейчас укладывать тоже будет ногой. Нужно выполнить пожелание. Что за пожелание? Верка хочет спать. Верка, ну давай ты пол доделаешь и пойдешь дрыхнуть. Надо немножко потерпеть. Мирон, ты куда пошел, э? Ты что, Верку оставил? А Верка-то смотри, полна сил. Ну, я думаю, что она за ночь пол-то уложит. Мироныч, ты все проспал. Верка сама справилась. Верка идет теперь отдыхать. Мирон, мы будем с тобой сейчас возводить каменные стены. Давай попробуем вот эту стеночку сделать сперва. Так, стеночки у нас тоже поэтапно строятся. Отлично. Как насчет окна? Мы можем сделать окна. Но окно будет деревянное. Так, подожди. Вот, можем сюда окно впилить. С видом на море. Что вы там, поболтать решили, что ли? Эй, ребят. У вас тут стройка в разгаре. Вы что? Что-то Верка обозлилась. Смотри, похромала куда-то. Куда-то пошла. А, покушать. Вечерняя обжираловка. Я понял. Мирон, иди-ка добудь камушка чуть-чуть. Нужно добавить лишь туда двери, чтобы они могли входить и выходить. Двери у нас будут. Давай вот здесь. Вот так вот. Ну, конечно же, и еще одно окно. Окно у нас будет здесь. Ну, и, наверное, вот здесь. Вот. И здесь, конечно. Все. С четырех сторон. Мирон, ты мне скажи, как мы крышу будем делать с тобой, а? Вот есть столбы. Давай попробуем столбики поставить. Здесь и здесь. Ммм. Походу, что здесь нет крыш. Слушай, даже эти столбы не позволяют мне сделать пол. Ну, как бы второй ярус. Это плохо. Если, не дай бог, пойдет дождь, мои колонисты намокнут. Нужно все-таки сделать стойку с исследованием, чтобы мои колонисты развивались. А, ты посмотри, крыша-то сама собой построилась. Вон, из черепицы. Круто. Так, Мирон, давай ты заменишь Верку. Иди руби деревья. А, Верка, иди сюда. Начинай изучать. А, не может Верка изучать. Потому что недостаточно ресурсов. Нужно добыть кристаллы. Потому что кристаллы это стимул для изучения. Вот они, наши кристаллики. Значит, пока у нас ночь, ребята пошли отдыхать. А утром я направлю их на кристаллы. Ну, а пока, ребятки, спят, мы можем посмотреть на их мечты. Смотри. Верка у нас хочет разгромить гоблинов. Ух, жесткая. Огонь, баба прям. Получить спальню. Ну, спальня, в принципе, у них есть, как бы. Че, спальный мешок это разве не спальня? Это что у нас? Это пожелание. Надеяться на более лучший дом. Так, ладно. Пока ребята занимаются своими делами, нужно придумать, как спальники перетащить в дом. Во, во, во. Наконец-то я понял, как это сделать. Спальники у нас будут лежать здесь. Вот таким макаром. Прямо под окном. Единственное, мне непонятно, почему у нас дверь как проходной двор. Как бы проем дверной есть, а двери нету. Короче, пока Верка у нас долбит от кристаллы, мы сделаем ей приятно. Она же хотела себе спальню. Поэтому смотри, че мы сделаем. Мы берем один спальник и даем ей в ее владение. Завладеть. Веркина мечта исполнилась. Посмотрим, че у Мирона. Мирон тоже хочет себе спальное место завладеть. Все отлично. Мечта сбылась. Наше поселение потихонечку процветает. Домик мы уже имеем. Если тебе понравилась эта игра, то с тебя лайкос, комментос под видос, а также подписочка, если ты еще не подписан. Ну, а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе удачки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok